Внимание! Здоровенькие были! Ридно в Украине, привет! Вот, значит, напоминаю, что мы все садоводы-братья, у нас нет разделения на национальности, у нас есть только одна цель – Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан превратить в один сплошной сад, чтобы везде, это я говорю, чтобы вдоль дорог, это когда-то начиналось, но не закончилось, росли все, что угодно, абрикосы, беретские орехи, где по-люжнее, где севернее это самое, ой, все можно, всю Россию засадить, и вдруг я получаю письмо, и я сделал два фильма с помощью садовода, которого сейчас представлю, так, когда он мне прислал эти фотографии, в фильме все подробно разжевано, а здесь корот, вот присылает фотографию, что-то я смотрю, так, ах, так, так, вот, а он хоть бы слово сказал, так, 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 ну, 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 здрасте, думаю, ну по WhatsApp вообще все, я ему пишу это самое, коллега говорю, откуда это все, прошу прощения, я сейчас открою дверь. Але. Откуда? Что-то мне кажется, что это. И он мне расскажет. Да правильно, это же Хасанский. Тогда я спрашиваю, откуда? И он мне рассказывает удивительную вещь. Внимание, как случилось? Если бы не эти две фамилии, можно было сказать «придумал» или «я придумал», а вот на всякий случай, чтобы присоседиться к чужому добру. Итак, выясняется вся картина. Железов когда-то подарил два саженца привитых персика Чернобаеву, тот размножил, к нам приезжал Мальков, у меня гостил, у Чернобаева гостил. Потом у него персик Чернобаева, не от меня, Чернобаева попал к нему. Каким чудом садовод из Запорожья у Малькова это добыл. Потом от него садовод Сумской области, я вас интригую, Сумской области. И он мне присылает фотографии, вот они. Вот. И вот согласитесь, что получилось? Откуда ему, как сказать-то, было ещё взять их? Вот такой круг. Сейчас я дверь закрою, чтобы это... Так, что получается? Круг замкнулся, и теперь я решил с этим человеком познакомиться. Если бы у меня фамилия Малькова Чернобаева, то это можно было бы считать фантазией или совпадемией. Но это не я придумал. Эти фамилии он назвал. Дальше, когда я всё это увидел, я сказал, требую продолжения банкета. Вот он банкет. Выясняется, что, кроме всего прочего, что на килограмм этих самых, это 790 косточек. Так, ладно. И деликатный момент был, я боялся огласить его данные. Вот. Потому что время неспокойное. Решил сказать, ну просто с одного, то есть Сума, из Сумской области. Нет. Он даёт полные данные. Я с Али Валерием Александрович, Сумская область, город Ровный. Вот. А он и один. Ещё есть парень из Сум Роман, он пишет. Вы, то есть я с ним оказывается, контактирую. Его сеянцам три года, насчёт этого, это ещё один случай. Вот. Дальше. Я восхищаюсь вашей нереальностью, вашей миссией на планете, на этой планете. Вот. Потом он говорит, что ещё есть фермер Томчика Александрова Владимировича, ещё тот есть в этом Запорожье, а ещё есть фермер. Вы знаете, что он назвал? Сказать? Опыт работы в промышленном садоводстве 24 года смотрит ваш канал. Ну неужели я могу научить украинца? Каждый десятый россиянин садовод, и каждый первый украинец садовод. Как я мог её научить? Нервный смотрит, практик, новатор. Первый рискнул поработать с Хасанским, с моём, на 5 Га земли. Это косточки персика Хасанского. Клод Зелеза уехал на испытание в Винскопост. Теперь ещё и Винскопост мы победили. Смотрите внимательно. Вот. Вот это вот, в количестве трёх килограмм, уехало в промышленный сад. Но, давайте уточнять. Для нас и для украинцев две разные, не так, как говорят евреи, две большие разницы. Для них, для нас, это вершина успеха. Какой россиянин откажется вот от таких вот? Ну какой? А для них это не более, чем подвой, потому что там, на Украине, в неукрованной форме, они могут вырастить и 100-граммовые абрикосы, и 200-граммовые абрикосы, понимаете? И он считает, что их надо выращивать как по двое, и вот эти 3 килограмма едут как по двое. Но это Украина. А нам, извините, Чёбов дал, это возможность использовать самый морозостойкий в мире. Хасанский абрикос, подчёркиваю, самый морозостойкий, причём он принципиально морозостойкий, чем... Я вам приводил примеры, помните? Вот некоторые 20 градусов не выдерживают персики, некоторые официально добились 26-28, это предел, вот. А для нас другого нет. Ну и мы должны ещё знать такую вещь. Губу можем раскатывать, но только одну, а не две. Почему? Мы должны иметь умение нагибать, утеплять, растить в теплицах. А теплица, вот понимаете, мне что обидно? Почему в России без персиков, когда любая теплица, это... Это субтропик. Любой дурак, я утверждаю, я же не говорю про умных, тут все умные, но даже любой дурак может взять теплица в теплице. Тонкости есть, туда не падает. С неба надо вовремя полить, там надо, или я вчера ведром таскал снег и засыпал персики в теплице, как один из вариантов. Чем южнее, тем открытие. Ну, согласитесь, сейчас 35-40 градусов. А помните, я вам про башкирию рассказывал? А там точно такое же... Сейчас я не найду его, ту фотографию. Точно такое же дерево, вот такое вот. Как оно себя в башкирии сейчас чувствовать будет? Вот. Вот это дерево. Точно такое же в башкирии. Даже еще, по-моему, это... Это шестилетие, в башкирии, по-моему, пятилетие. Ну, плодо, по крайней мере, разу три больше, чем тут. Оно сейчас просто замерзнет. Там уже 35. А как оно укрывало? А может не замерзнет. А может, выражает, пропустит. Теперь умоляю, ребята, десятка садов вот такие вот уже растут. Давайте потом подводить итоги, плакать будем. Друг другу жилетку поплачем. Вот. Кто-то сберет, кто-то не сберет. Вот. Идем дальше. Итак, после того, у меня в этом году два... Ну, скажем так, не в ровном году, но в последние две недели два великих открытия. Итак, в Саврополе живет садовод Шамиль. Мы с ним уже подружились. Я у него ничего просить не буду. Вот. Вот, возраст он не тот. У которого абрикосы, у него, его, друзья, 150 грамм. А у меня до 120 дела не пошло. То есть я их увеличивал, у меня своя метода. Но есть, видимо, генетический предел. Вот. А точнее, мой предел. Был бы я моложе, я бы довел бы это 150, не сомневаюсь. Есть такая методика. Вот. Итак, открытие Шамиль. Еще раз. Шамиль. Уже про вас прошел отзывы. Вы доверяющийся садовод. Вот. Вам надо до этого. Хотите, я вот возьму так вот. У меня печать есть фермерская правда. Что я фермер. Председатель фермер... Как он правильно называется-то? Господи, забывать-то о чем. Давно не пользовался. Председатель КФХ. Вот. Железа. Что вы выдающийся садовод. Хотите? И такую же справку я готов дать. Салью Валерию Александровичу в Сумской области. Вот. Не испугался. Вот его данные. И еще был грустный разговор уже сегодняшний. Ребята. Я потом еще... Не все вообще его... Я еще снимал фильм про него. О, еще фильм два сниму про Макарова. Уникальные люди. Уникальные данные. Все должны знать. Все. И вот. И вы должны знать, что... Вы понимаете? Он на этом заработать даже не может. То есть не на этом, а в это самое. Ну, в принципе, да. То есть это... Тут килограмм. А он уже три килограмма высыл. И ничего на этом не заработал. У них сидят на таком богатстве... А какой к черту сейчас спрос? Ну, какой? И он мне рассказывал. Я сам наполовину украинец. Я за земляков переживаю. Вот. А они вырубают персики. Вы понимаете? Вырубают. Страшное время, когда невозможно реализовать то, что есть. Ну, что... Вроде бы, веселый я должен быть. Ну, почему я сейчас грустно говорю, в грустных вещах? Видя вот это чудо. Чем южнее, тем... Не только персик, тем плоды культурнее, вкуснее окрасить. Одно и то же. И у меня родилась одна страшная для генетиков постулат. Я потом его сформулирую особо. Страшный постулат, жуткий. Что? Если... Я его давно, уже много лет назад озвучил. А кто помнит? А сейчас опять факт. Ну, разве это мой? Я-то начинал. Вы знаете? И одна единственная веточка привела вот к этому чуду. И когда я его привил, у меня были, вошли в зиму зеленые. Вот такие плоды зеленые. А потом поколение за поколением, ментор плюс настроение ментора. И пошло, и пошло. Добился уже какого-то прогресса. Это, значит, 50 грамм, 60 грамм теплицы. Всё. А у других-то пошло, а? Макаров. Алексей Иванович. Привет. Это же чудо. У этого уже вмедленного 100-граммовое. Шаламая на Сахарине 200 грамм. Клянется, что моё. И так оно пошло. И я тогда сформулировал. Это очень важно. Это нужно науке, а не мне. Это очень важно, потому что от этого можно плещать и не улучшать сорта, не выводить новые сорта. А это же самое возвращать им качество, положенное им от природы, с райского сада. А теперь формулирую. Один и тот же геном, одна и та же косточка, будучи посажены в середине России, у меня в Сибири, на Сахарине, в Украине или на Украине, как хотите. Да, Белоруссия, Польша, Литве, везде даст разные плоды, причём они будут настолько разные по качеству плодов, что их даже бывает невозможно узнать, что это одно и то же. Разное. Оставаясь при этом одним и тем же организмом и никаких генных изменений. Только потому, что внутри генома сидит возможность приспосабливаться к любым условиям, не меняя сам геном. Потом, да, это у меня давно сформулировано. У меня есть книга постулата, её никто издавать не собирается. Видели мои книги? Вот такие вот. А, ладно. Опять пойдёт огрушен. Вот это важнейший момент. Я обязан был это озвучить. Проходит несколько лет, всё забыто. Опять озвучил. Вот. Проходит несколько лет, всё забыто. Вот. Я и сам, я узнал своего, своё. Вот. Но с трудом. Я уже когда ему таким, знаете, замиранием, думаю, ну сейчас скажут, что это не Хасанский, а потом Касанский. А потом мало того, что Хасанский, это не я, это он эту цепочку нарисовал. Вот она. Сибирь, на Украину. Вот это был мой праздник. Идём дальше. Надо же. Железо усмотрит. 24 года опыт. Да это же калифей, 24 года на Украине. Промышленный садовод. Три килограмма к нему отправил и ещё куда-то. Богатство-то какое. Я тогда написал. Знак вам российской академии наук. Ну догонять же надо. Догонять надо. Вы понимаете? Перестаньте назначать выдающихся. Это, делюсь. Забирайте. Всех забирайте. Железов Сергея. Забирайте себе. Он агроном. Забирайте Савельевич. Она уже почти для этого кандидата наук. И надо рвануть вперёд. Не просто сказать, вот тебе это самое. Когда Савельевич ко мне попросилась приехать, говорит, я уговорила к вам. Я говорю, а почему не в Субботино, не в Абакан, не в это самое, и не в Минусинск? А мне дадут тяпку и скажут, вот отсюда и дотуда. Вы представляете? Производственная практика. А теперь готовый специалист. Вот, вьём и туда, в эту. Чтобы вот так вот, то, что та дама, не имея понятия, почему страшная рана на дереве, и давай его добивать до конца. Догнивать.